а сейчас я начинаю вторую часть моего сегодняшнего выпуска новостей следующая информация прошла неоткуда а аж из нигерии оказывается некоторые нигерийские студенты сообщили что во время обучения в москве недавнем обучение в москве в других городах россии их склоняли а проще говоря вербовали представители российского государства с целью участия военных действиях на территории украины то есть из них хотели студентов иностранцев прежде всего из африки хотели сделать наемников почему из африки потому что африканские студенты они по традиции которые обучаются раньше в советском союзе сейчас в российской федерации они как правило является самыми бедными и всех студентов стран третьего мира обычно во времена советского союза там как было стипендию большинство для большинства студент стран стран третьего мира платил советский союз советское государство получали они немного чуть чуть меньше чем минимальная зарплата советского гражданина но жить проголодь до нее было возможно сейчас насколько я понимаю во всяком случае африканских студентов посылает на стипендии правительства соответствующие африканской страны но поскольку больше правительства большинства из этих стран коррумпированы и деньги тратят чиновники и власть на себя то очень часто так получается что стипендии нет в этом месяце в следующем таки так далее и вот именно к таким студентам и приходят вербовщики всем надо сказать эти студенты говорят что к ним приходили преподаватели университетов учебных заведений российских я думаю что они ошибаются то есть они не понимают механизма там где учится большое количество иностранцев среди преподавательского так сказать состава российских университетов есть так называемая старшие преподаватели на самом деле это или кадровые офицеры спецслужб фсб или же их агентура которая исключительно них и работает цель этих людей они они ничего не преподают эти так называемые старшие преподаватели они изучают студентов с целью их последующие вербовки оказывают на них соответствующее влияние то есть они в штате учебного заведения у них есть ксивы соответствующие но к преподавательскому составу никакого отношения вот эти люди и приходили и их вербовали предлагали суммы интересно в российскую армию добровольцам 3000 долларов а вот вагнер 5000 долларов то есть вот бандитское форма и формирование считается настоящее время российской федерации более так сказать авторитетными или престижным образованием нежели вооруженные силы страны африканским учебным студентам говорили что они могут повоевать недолго какое-то время заработать сумасшедшие деньги которые раньше они не видели а потом но тут правда не говорили если остается останетесь живы а потом вы продолжите учебу у вас будут деньги и все с вами будет хорошо большинство студентов конечно от этого вежливо отказались некоторые даже бежали из россии поскольку им тогда начинали угрожать угрожать что там то ли двойку поставят в то ли зачет не не будет принят то ли еще как то еще какие-то угрозы были может быть уголовными делами потому что насколько я знаю сейчас среди этих студентов особенно бедных из бедных стран процветает торговля наркотиками и другие нехорошие вещи короче говоря я не знаю коэффициент эффективности этой деятельности но сам по себе факт что она проводится говорит о многом ну прежде всего эффективность понятно даже если будет успех и африканские студенты в составе в количестве тысячи человек допустим будут завербованы из них будет африканский полк там или батальон или бригада сформированы то есть эффективность как вы понимаете такого подразделения будет близко к нулю особенно сейчас с наступлением холодов я не я не вижу африканских студентов идущих в атаку где-нибудь там в донбассе на укрепленные позиции в ссу но видимо сами студент сами студенты это это понимают то есть если российское государство идет уже на это то есть на попытки рекрутировать среди контингента который однозначно негоден для того для чего его рекрутирует это говорит просто об отчаянии как говорит об отчаянии вот то чего я начал оценка военной разведки великобритании о том что в чмойки берут всех и и серых и убогих и и больных второе то есть отчаяние настолько велико что спецслужбы российской федерации идут на это даже понимая что может быть утечка информации и это будет позорище это будет дискредитация дискредитация россии дискредитация в вооруженных сил и все это и так называемые специальные военные операции то есть это дискредитация даже больше чем факт что россия сейчас получает или собирается получать какое-то количество боеприпасов из северной кореи тут вообще но из северокорейских снарядов и ими можно стрелять они умеют имеют убойную силу а здесь же но совершенно комедийная история просто комедийная история которую ну то ли то ли спецслужбы россии поставлен такой ситуации когда не дано указание добыть какое-то количество людей и они готовы это сделать совершенно идиотскими способами не невзирая ни на что в этой связи последние пару дней я обратил внимание на несколько сообщений сми в соединенных штатов америки а также на комментарии последовавшие за этим комментарии российских пропагандистов речь идет о том что цру и фбр развернули большую кампанию с целью вербовки представителей граждан российской федерации при этом ссылается на заявление зам директора цру на заявление высокопоставленных представителей фбр ну вот то есть я слушал это слышал это на соловьином помете сегодня и смысл во всяком случае этого црушника заключался в том что приходите к нам все мы готовы к деловому сотрудничеству ну и там рассуждение привлекли для этого от странного генерала фсб типа кого хотят привлечь и что хотят этим добиться но фсбшник сказал туда зачем то есть не ничего ничего из этого не получится потому что те которые туда придут не будут иметь никакой информации но где-то это правильно то есть я вам сейчас расскажу свое мнение об этом как бывший сотрудник спецслужб то есть где-то это правильно но я должен я я очень сомневаюсь что цру и фбр собирается вербовать людей которые не имеют соответствующей информации они просто не нужны насколько я понимаю сначала войны агрессивной войны путина в украине спецслужбы сша пришли к стратегическому выводу что российской федерации предстоит кирдык страна будет разваливаться она будет терпеть поражение и чем больше будет развиваться эти процессы тем больше людей причастных государственной тайне в рф а к ним относится военные военнослужащие а также сотрудники спецслужб так вот тем большее количество людей будет будут разочаровываться и искать варианты решения своих собственных проблем то есть когда вот вокруг тебя назревает такой хаос надо решать уже свои собственные проблемы проблемы твоей жены твоей семьи и смотреть куда куда из этого сумасшедшего дома уносить ноги и в такой вот ситуации как считают я полагаю руководители спецслужб сша среди представителей спецслужб российской федерации военных повторяю те которые имеют доступ владеют представляющий интерес разведывательной и контрразведывательной информации они могут принять решение войти в контакт с представителями западных разведслужб представители западных разведслужб разные ну скажу вам так обращаться к европейским за исключением британцев обращаться к французам к немцам к венграм и прочим там это совершенно глупое дело но во первых их интересы крайне ограничены иногда информация которым вот это называется заявитель или волонтер который предлагает свои услуги так вот такой заявитель для добра желатель он может обладать уникальной информации на местной спецслужбе этой нафиг не надо будет потому что даже не понимает что это такое второе волонтер или доброжелатель который предлагает свои услуги он должен понять должен быть уверен что вот эта спецслужба которую он пришел обеспечить безопасность его его себе и вот здесь доверие разведслужбам континентальной европы она минимальная раньше было достаточно доверия к британским спецслужбам но последние годы начиная с александра литвиненко и заканчивая скрипалем скрипалями а в промежутке еще целым рядом инцидентов оказывается что британские спецслужбы это тоже как сито дырявое то есть единственное оказывается где есть понимание проблема раз то есть вот где могут встретить информацию самого широкого спектра и оценить ее это американцы у них денег гораздо больше чем у любой другой страны натовская а скорее всего их вместе взятых кроме сша больше ну и в третьих они смогут защитить более надежно чем любой другой стране нато и в этой связи значит вот возникла эта программа и как я понимаю из тех объявлений которые появлялись в том числе и в соцсетях международных соцсетях американцы выделяют на это беспрецедентные деньги на проведение успешно этой операции то есть я могу сказать так что если эймс одрич эймс агент цру который сдал кгб восемьдесят шестом году практически всю сеть американских спецслужб в москве и он за это получил что-то в районе трех миллионов долларов так вот сейчас насколько я понимаю время прошло с тех пор то что готовы предложить американцы на порядок может быть на несколько порядков превышает вот это эти суммы которые которыми они оперировали раньше ну и плюс они предлагают все остальные бенефиты вплоть до обеспечения счастливого будущего такого доброжелателя и членов его семьи насколько это будет удачная или неудачная передать программа сказать трудно они скорее всего человечество узнает через несколько десятков лет когда вопрос с российской федерации будет решен с войной на украине будет решен и появится уже мемуары воспоминания тех которые принимают участие сейчас в этой операции но система работает следующим образом чем хуже состояние дел в россии и на фронтах у российских вооруженных сил в украине тем больше шансов на успех этой операции а учитывая что последние несколько месяцев россия терпит по всех прав фронтах одно поражение за другим я не исключаю что у дверей цру и фбр может стоять уже целая очередь желающих воспользоваться этой программой вот такая ситуация господа на этот момент враг будет разбит и победа будет за нами слава всу и слава украине вам дорогие друзья я пожелаю выдержки мужества надежды с которой к нам непременно придет победа до новых скорых встреч